У меня масса вопросов, но начать бы я хотел вот с какого. Я, насколько понимаю, ночные волки стали инициаторами подписания межгосударственного договора. Да. Ну, чуть-чуть поподробнее. Да, действительно, это такая новая совершенно, можно сказать, необычная ситуация, когда именно наш мотоклуб общероссийский стал инициатором межгосударственного договора между Украиной и Россией. И договор о городах-побратимах Севастополя и Сталинграде. Причем сам договор будет подписан на байк-шоу, который пройдет 23 августа в Сталинграде. И сейчас, просто я как раз только прилетел с Севастополя, вот буквально там день, как в Москве, как раз вот, значит, делегация Сталинграда встречалась с руководством Севастополя, с председателем городской администрации Севастополя, как раз вот по подготовке документов к подписанию этого договора именно на байк-шоу. Но это мое было условие, чтобы договор был подписан в новом формате, можно так сказать. Именно вот я это вижу в подписании договора, когда огромная колонна после первого дня байк-шоу, после кульминации программы пойдет на Мамаев курган, и где-то она должна остановиться, и это должно в момент, когда будут поставлены две подписи Сталинграда и Севастополя. А со стороны Севастополя кто будет подписываться? Это будет глава городской администрации, то есть, по сути, мэр. То есть, там единственное, это город, который не выбирается на Украине, а где назначается из Киева. Поэтому это как бы будет очень знаковое событие на самом деле. И то, что вообще сам факт того, что между двумя такими самыми харизматичными городами, между Севастополем и Сталинградом будет подписан договор, это уже, я могу сказать, что это может быть таким результатом четырехлетнего нашего пребывания в Севастополе. Вот это явилось, по сути, мы синициировали этот город. А что значит пребывание ночных волков в Севастополе? Как вы там пребываете? А вот сейчас расскажу. Четыре года подряд мы проводим огромное мероприятие, которое называется байк-шоу. Но это не просто музыкальный фестиваль, где играют группы, где пьют пиво, хотя это тоже делают, безусловно. Но там еще есть какая-то идея, какая-то мысль, которая подчеркнута именно в кульминационной части программы. Кульминация там о чем-то таком, не, скажем так, не мотоциклетном. Это немножко может быть о размышлении об истории страны, о каких-то переживаниях, с которыми, об угрозах может быть. Ну раз Сталинграды, а не Волгограды, я уже понял, что про историю страны. Мне интересует, как служба безопасности Украины реагирует на наше пребывание, на все эти подвижки. Вы знаете, все люди, все прекрасно понимают, что вот эта граница, это недоразумение. Вне зависимости от того, что там делают политики на самом верху. Вне зависимости от того, как к этому относится Госдеп США. Понимаете, все равно это недоразумение. Вот эта вот граница, которая сейчас разделила единую страну. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».